Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин, мои собеседники, журналист Илана Михаэли и политолог Александр Цинкер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем разобраться в основных новостях. Вот последние два дня, буквально, что называется, ураганом шли новости, притом по самым острым вопросам. Если вкратце, если так телеграфно их все сформулировать, то Израиль вдруг неожиданно якобы заявил, что он ведет переговоры с Ливаном о прекращении военных действий, притом самые такие насущные, что к нам прилетают два спецпредставителя Байдена практически накануне выборов США, чтобы урегулировать эти вопросы в Бейруте. Параллельно активизировались переговоры в Дохе, столице Катара, по поводу обменной сделки по заложникам и прекращению огня в Газе. Притом там сразу всплыло, во всяком случае, согласно СМИ, это все были неофициальные сообщения. Несколько формулировок такого предложения. Было так называемое египетское, согласно которому должны были освободить четырех израильтян в обмен на две недели тишины. Было израильское якобы предложение с месячным перемирием за освобождение то ли 11, то ли 14 заложников. Был какой-то российский еще вариант. В общем, все это было много и даже проскочило сообщение о том, что премьер-министр Ливана заявил, что он ожидает прекращения огня и каких-то подвижек чуть ли не в ближайшие часы. Но часы прошли, уже пошли даже дни. Пока ничего нет, есть только усиление военных действий и обстрелов с обеих сторон. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вся эта шумиха, это было что? Это было, что называется, проверка противника на ощупь. Каждая из сторон пыталась понять, на что готова противная сторона. Это был некий всплеск в связи с перед выборами в США, когда администрация демократов пыталась что-то сделать в последнюю минуту, что называется. Что это было, на ваш взгляд? И вообще, увязано ли все это одно с другим, или это все разрозненные события? Илана. Я хотела бы только добавить, потому что ты сказал, что на тему инициатив и различных встреч по мирным переговорам так называемым, что сегодня в Каир прилетел глава ЦРУ Бернс и встречался там с Ашисой и с главой египетской разведки. Все по той же теме, по тому же вопросу об урегулировании в секторе газа, об урегулировании в районе границы там, о мирных инициативах новых. Это еще в копилку, что называется, к тому, что ты сообщил. И еще, я полагаю, в копилку пойдет возмущение, выраженное в определенном виде Франции по поводу того, что Макрон, ему кажется, что США отодвигают его от активной роли в переговорах в Ливане, а Франции это очень не нравится. США, со своей стороны, хочет играть там ведущую роль. Французы против, у них свои интересы, как мы знаем. Вот и все это вместе, плюс к тому, что сказал ты, мне кажется, выливается в определенную картину. Есть много разговоров, много идей витают в воздухе, но нет ничего конкретного. Вот ни с одной стороны. Вполне возможно, что это связано с приближающимися выборами в США, когда, скажем, Белому дому откровенно хотелось бы создать атмосферу приближающихся мирных соглашений по Ближнему Востоку, потому что, судя по всему, настоящих соглашений, реальных, уже, видимо, не будет. Ну, трудно себе представить, что за пять дней такое возможно. Но хотя бы создать некую атмосферу, что потом отчитаться может быть, перед избирателями сказать, вот, смотрите, мы приложили максимум усилий для того, чтобы предотвратить эскалацию военных действий на Ближнем Востоке. Ну, вот, по-моему, вырисовывается именно такая картина. Спасибо. Александр, так что, все как бы идет от Белого дома, вся эта шумиха? Нет, наверное, не только от Белого дома. Во-первых, если вот мы говорим про копилку и что туда все складывали, я бы туда еще положил сообщение, что до 5 ноября Иран атакует Израиль. Тоже такая новость, как говорится. И вот что ожидать в ближайшие дни? Это сообщение прямо от главного Айатолы. Ну, да. Значит, смотрите, есть объективные и субъективные причины. Субъективные – это выборы в Америке. Естественно, демократы очень не хотят, чтобы произошла атака Ирана на Израиль до 5-го. Это их очень нервирует. С другой стороны, им нужно какой-то все же показать какой-то, ну, хотя бы небольшой сдвиг соглашений и Хамас с Израилем. И второе соглашение – это Ливан с Израилем. Самое интересное, что я сегодня читал материалы, и идет определенное уже опровержение. То, что Ливан говорил, что вот-вот несколько часов или там день-два, и все будет. Те же американцы сказали, да нет, ребята, это не совсем так, что вам кажется. Это по поводу субъективного. Теперь объективно, давайте скажем прямо. Сегодня то, что происходит в Газии, по большому счету, мировое сообщество очень-то уже почти что не волнует. Я смотрю прессу, первые полосы, там о Газии говорят уже очень мало. Больше говорят Израиль, Хизбалла, Израиль, Иран. Поэтому это отложим в сторону. Следующее. Ливан и Израиль. Израиль сделал определенную работу. Зайдя вот на несколько километров на территорию Ливана, идет зачистка и руководителей движения террористического, и командиров полевых, и просто террористов. Дальше будет идти так называемая вязкая борьба, если армия будет продолжать свое движение. И больших изменений в этом не будет. Поэтому сегодня определенное такое оперативное затишье. И на одном фронте, и на другом. И естественно появление вот этих сообщений, что в армии Израиля, да, говорят, может быть как-то уже определиться, и вполне возможно главная операция, главное задание, которое мы получили, оно выполнено, Хизбалла отодвинута. Более того, она согласна уже уйти вообще за реку Литании, выполнить решение 17.01, да, ООН. Поэтому ситуация такая складывается, что как будто ничего такого сильного не должно произойти. Ни из юга Израиля, ни с севера. Оттуда вот эти разговоры, что вот-вот, наверное, все же мы получим какое-то соглашение. Более того, была утечка, или это специально так сделано. Уже, наверное, все видели проект решения, или проект соглашения между Израилем и Хизбаллой. Правда, мы не знаем отношение к этому, как Израиль к этому относится, как Хизбалла. Да, те предложения по Хамасу, сегодня я уже читаю, Хамас говорит, мы отвергаем вот эти временные соглашения. То есть, с одной стороны, мы видим какие-то варианты, с другой стороны, мы видим, что они никакие не продвигаются. Вот та ситуация, которая сегодня у нас есть, это такая неизвестность, но какие-то пожелания всех сторон, чтобы улучшить ситуацию. Спасибо. К другой теме. Скандалом, по сути дела, закончилось выступление издателя газеты ААРЭЦ Шокина на конференции, организованной этой же газетой в Лондоне. Поводом для этого скандала послужило следующее его высказывание. Цитирую по нескольким СМИ. Итак, правительство воюет против палестинских борцов за свободу, называя их террористами. Сказал Шокин. И выступает против создания палестинского государства. Вместо этого оно поощряет незаконное поселенчество на территориях, которые должны войти в состав независимой Палестины. Это правительство без колебаний устанавливает жестокий режим апартеида, дискриминируя палестинцев. Конец цитаты. Вот из-за этого разгорелся большой скандал. Многие выступают там покарать каким-то образом неведомым, правда, мне, газету ААРЭЦ и лично Шокина. Ну вот и любопытная реакция некоторых членов израильского правительства, которые потребовали лишить газету ААРЭЦ государственной рекламы. Вокруг чего тоже возникло большое интересное обсуждение. Вот мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Как по поводу самого выступления Шокина, так и по предложению наказать финансово, по сути дела, со стороны государства газету ААРЭЦ. Илана. Ну, политические взгляды господина Шокина не секрет для израильтян, во всяком случае. Он всегда придерживался достаточно крайне левых взглядов. И газета ААРЭЦ, в общем-то, это газета, которая эти взгляды продуцирует. К этому все привыкли, учитывая также, что газета эта, в общем-то, пишет очень интеллигентным таким языком. Считается, что эта газета не для всех, это газета для людей интеллектуальных, которые в состоянии оценить ее содержание. Ну, это так, скажем, не имеет сейчас большого значения, хотя взгляды господина Шокина нашли отражение в его выступлении в Лондоне. Что я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать, что мне, например, очень неловко и стыдно, что в то время, когда у нас идет кровопролитная война, когда наши солдаты погибают, и наши мирные граждане погибают, после всей резни, которую КамАЗ тут учинил 7 октября, израильский гражданин, уважаемый издатель, господин Шокин, все возможным именно в Лондоне, где достаточно сильные антиизраильские настроения и антиизраильские, и антисемитские выступления про палестинских кругов, выразить вот такие мысли. Ну, это пусть остается, что называется, на его совести, мы не можем заставить его говорить иначе. Свобода слова, демократия, тут уже ничего не попишешь. Что касается инициативы ряда министров, и в первую очередь министра связи Карри, лишить газету о государственной рекламе, ну, я полагаю, что государство и правительство, собственно говоря, имеют на это право. Опять же, потому что мы живем в демократической стране. И, коли ты считаешь возможным называть борцами за свободу головорезов и убийц ХАМАСа, то государство в разрез деятельности и пониманием которого идут твои высказывания имеет право не поставлять тебе езонедельный заработок в лице дорогостоящей рекламы. Вот как бы вот так вот коротко и ясно. Спасибо. Саша, ты так же считаешь? Ну, примерно так, потому что действительно то, что сказал Шокнин, ничего удивительного здесь нет. Он периодически говорит об этом, у него вот что-то позиция определена, газета такая же. Да, ее читают мало. Там вот если взять рынок весь Израиль, то там небольшой процент читателей Артса. Но Артс, кроме этого, то, что он выходит на иврите, есть еще на сайте на английском. И это читают во всем мире. И это рассматривается как... А вот мнение другого Израиля. Там не говорится, что это 5% читателей и вообще придерживаются этому или 10%. Это в первую очередь цептируют во все тех странах, которые хотят именно сказать, что вот пришли там правые экстремисты к власти в Израиле. То, что они вытворяют, это страшно. А вообще-то другие нормальные... Вот видите, вот как главный редактор говорит. Они совершенно по-другому относятся. То есть не такие уж они и террористы, и бандиты. Это Хамас. Это просто борцы. Так вот, они даже могут ссылку делать потом. Как считают там передовые демократы в Израиле, Хамас это не террористическая организация, и так далее, и так далее. Вот в чем вред. Это действительно вред. И я не знаю, юридически мы не можем частному предпринимателю, а это, в общем-то, бизнес, говорить, что это то, что мы хотим. Поддерживать этот бизнес, это уже мнение государства. То есть они могут давать кому-то рекламу, и кому-то не дают рекламу. Я не уверен, что все сайты или газеты, которые выходят, они все получают вот эту рекламу от правительства через Лапан, да, по-моему? Лискат, извини, Лискат Персума Мшелтит, это государственное рекламное агентство. То есть все министерства сегодня в Израиле обязаны давать рекламу только через это агентство. Любые газеты на сайтах. Вот через них они идут. И поэтому это государство само может решить, и если на государственном уровне рассматривается, что определенный источник средств массовой информации, который в демократическом государстве имеет право говорить то, что он думает, не призывая к свержению власти и так далее, но они могут решить, поддерживать его или не поддерживать. И поэтому, если они это сделают на уровне прекращения подачи каких-то этих рекламных вещей, а это выливается в определенную годовую сумму, то вполне возможно, они будут правы. Я хотел бы просто уточнить, чтобы понять. То есть, тогда получается, вот если следовать такой логике, что распространение рекламы государственной, это не возможность сообщать и доводить до населения нужную и важную информацию, которая полагается всем, независимо от того, они левые, правые, центристы и так далее. А получается, это способ финансового поощрения за определенные взгляды? Нет. Если ты меня спрашиваешь, нет, это две разные вещи. Ну как, если мы, если вот перестанут давать государственную рекламу в АРД, получается, ее читатели не будут получать эту информацию? Во-первых, во-первых, если бы у нас было всего бы там три газеты, и вот и четко разбито, значит, все читатели в одну перестают, у нас остаются три с половиной газеты. Да, у нас остаются четыре телеканала, радиоисточники и так далее, сайты и так далее, и так далее. Поверь мне, все, что происходит в государстве, все жители его знают, даже если они не откроют ни одной газеты, кстати, я печатные газеты не читаю, потому что достаточно сайтов вот этих издательств, чтобы знать, что происходит. Поэтому, давай так, отдельно вот это распространение информации, все равно граждане Израиля получат информацию, а то, что мы говорим, это чисто финансовое наказание за то, что мы не можем юридически наказать этого человека, который бандитов называют борцами, но финансово мы имеем право. Понятно. Если можно, я еще добавлю. Да, конечно, пожалуйста. Любая структура, тем более государственное рекламное агентство, при выделении средств на рекламу тому или иному ресурсу, руководствуется рейтингом, и как Саша уже ранее справедливо сказал, рейтинг газеты АРЭЦ, он абсолютно невелик относительно остальных, скажем, медиа. Поэтому, действительно, даже если их лишат экономической поддержки или рекламы дорогостоящей, то я полагаю, что население этой страны не лишится той информации, которая ему необходима, потому что есть достаточно источников черпать эту информацию. Другое дело, ты прав. Есть в этом что-то антидемократическое в каком-то смысле, да? Получается, что вот ах так, значит, теперь можно всех так наказывать. Но дело вот в чем. У нас сейчас ситуация необычная, у нас война. У нас война на выживание. И в период войны на выживание я полагаю, что такие меры они оправданы. Может быть, они были бы не оправданы в мирное время. А сегодня да. Понятно. У нас осталось немного времени. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу появившегося в СМИ сообщения о том, что Шабак, служба общей безопасности, то есть, по сути дела, израильская контрразведка, представила юрсоветнику правительства заключение по поводу новой партии, которая появилась, которая называется по-русски целостный и сильный еврейский Израиль. По мнению Шабака, это является очередным воплощением партии КАХ, которая, напомню, в прошлом дважды была снята с выборов за экстремизм. По версии Шабака, новая партия основана выходцами из партии Ацма и Удит, и до недавнего времени были приближенными к ее руководителю, министру национальной безопасности Тамару Бен-Гвиру. И опять-таки, как указывает Шабак, за созданием партии стоят ультраправые активисты, действующие на основании, как указывается, российской идеологии и проповедующие агрессию в отношении представителей сил безопасности. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, есть ли действительно реальная опасность появления такой вот крайней политической силы, и что вы думаете по поводу того, что об этом сообщает почему-то служба безопасности, а не обсуждается этот вопрос там в КНЕС-те или где-нибудь? Илана? Я полагаю, что служба безопасности была выбрана тем источником, который об этом сообщит, именно потому, что не хотят обсуждать этот вопрос в КНЕС-те, поскольку может случиться, что при сегодняшнем политическом раскладе идея такой партии может найти поддержку в определенных политических кругах, и это может вызвать большое смущение у определенных лиц в нынешней правительстве, в нынешней политической международной ситуации. То, что такие партии в Израиле были, да, они были, они существовали, а в итоге их больше нет, но это не значит, что их больше не будет. Очевидно, что такое новообразование могло появиться именно сейчас, потому, что, во-первых, господин Бенгвер, как мы знаем, является министром внутренней национальной безопасности. вот именно, да, и внутренней она была когда-то, сейчас она у нас национальная, и поэтому эти силы, эти люди, они чувствуют за собой поддержку, даже если она не высказывается вслух, они считают, что в определенный момент их поддержат вот в их вот этих вот агрессивно настроенных чаяниях, я полагаю, что это еще мы как бы еще слышим об этой партии, я не думаю, что доклад Шабака, он искоренит ее ростки, я не верю в это, я думаю, что они будут пытаться, конечно, создать политическую силу, посмотрим, к чему это придет. Спасибо, Александр, тебе слово. Ну да, у нас партии появляются много, у нас больше ста зарегистрированных партий, кто-то уже по чилбозе, кто-то остается, как у нас говорят, мифлегет-мадах, полочные партии, которые потом кто-то использует, идея то, что может появиться такая ультраправая партия, ничего удивительного здесь нет, смотрите, тот же Бен-Гвир, который как ни крути, все же министр, и он до конца не может говорить все, что он хочет, хотя он говорит очень много того, что не должен говорить министр, а его сподвижники, которые имеют право уже, как говорится, простой гражданин, говорить вообще, что ему вдумается, вот они недовольны, может быть, ими, и более правы еще. Вот они и говорят, а давайте создадим такую партию. С точки зрения политтехнологии, это вообще-то опасное явление для Бен-Гвира, потому что они забирать будут голоса у той партии, которая раньше была самая правая, а это от Смайю Дид, сейчас еще оказывается, это не стенка, есть правее еще, может появиться, тогда у кого они в первую очередь будут забирать голоса? У той партии, которая в этом спектре рядом, так что для Бен-Гвира это не очень хорошее явление, надо посмотреть, но до этого есть еще две преграды, во-первых, когда подают на регистрацию Рошама Мифлагот, то есть управление регистрацией много и управление регистрацией общественных организаций, там и общественные партии, это раз, проверяются устав и все, что написано, и если там это нарушение есть каких-то законов Израиля, могут не зарегистрировать, и второе, даже если зарегистрируют эту партию, когда подается списки на выборы, Центральная избирательная комиссия, которая создается, опять проверяет, что это за партия, какие ее цели, и, а сейчас, если еще пройдет закон проверять, не поддерживала ли партия или члены списка террористов, или какие-то выражения делали, то там проверяются все люди и цели этого списка, и там тоже может быть создана преграда, и там могут остановить этот список, поэтому я надеюсь, что до этого не дойдет, мне хотелось бы так видеть. Я только с вашего позволения два слова очень коротко. Очень коротко. Саша сказал, проверяют, не поддерживали они террористов. В данном случае имеются в виду арабские террористы. Речь ведь не идет о еврейских террористах, например. Поэтому вполне возможно, что такую проверку они пройдут, но будем надеяться действительно, что господин Бенгвер поймет, что такая партия ему не очень нужна в данное время. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие Илана Михаэли и Александр Цинкер. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.